Память в лицах. Это фотографии жителей Прикамья, осуждённых в 30-е годы за контрреволюционную деятельность. В галерее архива новейшей истории есть и портреты несовершеннолетних. Фёдору Борисову на момент ареста в 1937 году было 14, а Григорию Путилову – 13. Как позже объяснял Путилов, причиной стала мальчишеская шалость. Сельские дети, подражая колхозникам, провели собрание, а потом украли занавески из избы читальни. Взрослые квалифицировали это как преступление. В те времена к уголовной ответственности привлекали с 12 лет. По мнению следователей, ребята создали некую контрреволюционную группировку, которая имела своей целью всячески навредить колхозу, проводить самую разнообразную подрывную работу путём порчи колхозного имущества и так далее. Ребят приговорили к пяти годам лишения свободы. Григорий Путилов сначала сидел в тюрьме, затем был этапирован в трудовую колонию. После того, как юноше исполнилось 16, его перевели во взрослую зону, в Архангельскую область. Там шло строительство целлюлозно-бумажного комбината. Вместо пяти он провёл в лагерях 8 лет. Срок его заключения пришёлся на годы войны. Вышел на свободу лишь после её окончания. Такие случаи были нередки, рассказывают в архиве. Достаточно распространённым обвинением людей, арестованных по 58-й политической статье, была антисоветская агитация. То есть это могли быть разговоры, это могли быть в обвинительных заключениях часто это определилось как слухи, порочащие советскую власть. Иногда это были именно частушки, анекдоты, фильетоны. Эти частушки о голодных колхозниках, о Ленине и Сталине в 1935 году написала Фёкла Борисова из Лиинского. В итоге арест и приговор спецпоселения на пять лет. А вот колхозника Никиту Ликанова за подобные вирши в 1937-м расстреляли. Вскоре эти стихи, а также другие образцы литературного творчества репрессированных, будут опубликованы на сайте архива. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.